Нынешняя выставка Комтранс прошла фактически без участия импортных марок. А потому за всех производителей тяжёлой техники отдувались только трое. Российский КАМАЗ и Урал плюс белорусский МАЗ. Стенд Урал оказался заставлен несколькими вариантами одной машины. Нового бескапотника на собственном шасси 6х4. Ему досталась основательно переделанная кабина от Ивека серии Турбо, которую уральцы получили от итальянцев больше четверти века назад. Впрочем, экстерьер немолодого кабинного модуля освежили пластиковым обвесом. А внутри появился полностью новый интерьер. В движение самосвал приводится шестицилиндровым дизелем ЯМЗ мощностью 420 сил, с которым состыкована китайская 12-ступенчатая механика, передающая момент на китайские же мосты. МАЗ постарался сделать свою экспозицию максимально разнообразной – от магистрального тягача до электрического автобуса. Притом оба – представители новых поколений минской техники – грузовой и пассажирской, соответственно. Слухи, будто белорусы прекращают заказы российских агрегатов, оказались подтверждены косвенно. Да, основная ставка теперь на китайские движки и коробки белорусского производства. Но по заказу можно поставить узлы Made in Russia. Новоиспеченный среднетоннажник КАМАЗ Компас придется признать главным разочарованием выставки. Вместо собственной разработки мы увидели слегка перелицованный грузовик марки «Джак». Рама, двигатель, коробка и мосты – все китайское. Притом качество сборки оставляет желать будущего. И хотя челнинцы обещают глубокую локализацию, нас гложат сомнения. Не столь велик сегмент средней тонны, чтобы затевать прокатку лоджеронов и сварку кабины. Отдельного упоминания заслуживают водородные разработки КАМАЗа – грузовик и автобус. Последний стоит втрое дороже электробуса и в девять раз дороже дизельного аналога. А именно – более 100 миллионов рублей. Флагманом уличной экспозиции оказался сочлененный самосвал «Геркулес». Это пока концепт, но вскоре КАМАЗ планирует бросить вызов «Вольво» и «Катерпиллеру». Из-за трехминутного формата выпуска новостей обзор выставки оказался чрезвычайно коротким. Поэтому прямо сейчас мы готовим большую программу, посвященную прошедшему Комтрансу. Следите за эфиром телеканала «Автоплюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова